На склонах горной карусели разбит большой лагерь. Сноубордисты со всех регионов страны приехали в Сочи обкатать новые трассы. Мероприятия такого уровня на курорте проводят не впервые, но в этот раз его масштабы куда больше. Катание на доске и на лыжах не единственная забава. Каждый день с самого утра и до позднего вечера насыщенная культурная программа. Занимаются ребята сноубордингом, фриски, катаются на лыжах, отдыхают. Релакс у нас здесь полный. Вот здесь вы можете обратить внимание, сзади меня находятся палатки. Сегодня у нас проходит, например, гриль-пати. Здесь ребята могут тусоваться, отдыхать. В Сочи еще не лето, но горы позволяют гостям некоторые вольности. Многие из участников лагеря домой приедут за горелыми. Пока одни сноубордисты и лыжники получают удовольствие от катания, другие принимают солнечные ванны. И все это на высоте более 2000 метров. Радуют гостей курорта не только привлекательный ландшафт. Условиями проживания и сервисом все тоже довольны. Порадовали райдеров и цены. Это еще один момент, который нас очень сильно удивил, потому что очень дешевое проживание и дешевый скипас, а уровень сервиса просто зашкаливает. Шикарные апартаменты, шикарный подъемник, шикарный сервис. Везде тебя рады видеть, везде подскажут, везде помогут. Все очень вежливые. Такое ощущение, что находишься не в России, а где-то за рубежом. Около 50 лучших фрирайдеров России сегодня тоже в Сочи. Специально для них созданы все условия для повышения уровня мастерства. Эти сноубордисты и лыжники побывали на многих горнолыжных курортах по всему миру. И по их словам, Сочи не только может с ними конкурировать, но и даже стать лидером. Весь уровень, все очень круто. Я думаю, что сейчас основное дело за рекламой, то есть продвинуть этот курорт. То есть мало олимпийских игр, надо показать, что олимпийские игры это не конец, что здесь продолжается все время движение. Поэтому нужно встроить круглогодичные парки, нужно делать какие-то вечеринки, чтобы они были каждые выходные в каких-то, может быть, клубах. Чтобы человек знал, что он может приехать в любое время, и ему будет чем заняться. На горной карусели будет лютно до конца недели. После все гости разъедутся по своим городам. Но все, как один говорят, в следующем году обязательно вернутся. Игорь Тырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.